— Хочу потревожить вас, ребята. Помогите мне, — заговорил Егор Иванович. — Послезавтра я, пожалуй, сниму с якоря и лягу на курс в скандинавское далёко. Он помолчал, точно взвешивая, как может прозвучать его просьба. Одним словом, в Ярославль на поправку доставлен раб Божий Бардин Сергей Егорович на вольные харчи. Он заулыбался довольный. — Я еду к нему. Кто хочет со мной, готов приветить. Они приехали в Сосновый Бор и подивились обилию снега и снежной тишины. Их допустили на территорию госпиталя, и они прибавили было шагу, приметив за тёмно-зелёными купами сосен зданий главного корпуса. Когда их окликнул негромкий Серёжкин голос, в меру спокойный, в меру ироничный. Ирина среагировала первой и сходу, с лёта устремилась к брату и, наверное, повисла бы на его шее, если бы как некогда отец не остановил её. — Ушибёшь ненароком больной ведь! — Сергей ободрил радушно. — Здоровый я! Но вид Сергея не очень-то был в ладу с этими словами. Солдатская шинелька, сероземлистая, побывавшая и под дождём, и под снегом, быть может, когда-то была в пору молодому Бардину, а сейчас, казалось, коротковатой, за войну Сергей вырос. Была бы шинель другой, быть может, и Сергей бы выглядел бравым, а тут даже солдатские погоны как-то не очень красили его. Всё это тут же отметил Бардин, не желая огорчать сына, хотел приберечь напоследок. Но хитрый бардинский отпрыск проник в мысли родителя. — Вижу, хотел встретить без пяти минут майора, а встретил солдата, так, батя? Старая Серёжкина батя было вроде плюшевой прокладки и призвано было смягчить горькое слово. — Уж коли на чистоту, тогда знай, — произнёс Егор Иванович, волнуясь, — коли ты живой, Серёжа, то ты для меня и в солдатском звании генерал. Сказанное порядочно растревожило и одного, и другого. Они запаслись молчанием, разговор продолжался, но каждый берёг в себе то, что сказал и не сказал в начале встречи. Видно, нужен был повод, повод весомый, чтобы прерванное возобновилось. Но повод этот не сразу отыскался, может, поэтому ждать пришлось долго. Только уже в скромной комнате Сергея, выходящей окнами на опушку леса, когда Ирина раскрыла чудо-узелок и с торжественностью заметно иронической разложила припасы и пир начался, Сергей стрельнул в отца весёлым оком. — Ей-богу, не думал, что ты генеральские погоны в Москве оставишь! Он засмеялся неудержимо. Всё изменилось в человеке, всё переиначила война, а смех оставила детской, заразительной. — Мне эти погоны твои во как нужны! Он чиркнул указательным пальцем по кадыку. Мне бы после твоих погон добавка в здешней столовой вышла. А сейчас, пожалуй, и прежнюю порцию урежут. Обещал им генерал, а явился главный каптен Армус. Указал он на невзрачный бардинский пиджачишка. За войну и бардинская одёжка произносилась. Бардин испытывал неловкость. Не очень-то уверен был, что сын шутит. — Запасись терпением, в следующий раз надену погоны, — пообещал Егор Иванович. — Хотел в понедельник выписаться, придётся подождать, — засмеялся Сергей и дружески-фамильярно ткнул отца кулаком в плечо. Бардин помрачнел. — Креста на них нет, — взорвался Егор Иванович. — На немых и слепых воду возят, так? Он взъярился порядком. — Коли ты молчишь, так с тобой можно не стесняться, да? — Сергей побледнел. — Ты о чём, батя? — Сергей своим вопросом точно плеснул масло в огонь. — Как о чём? — вознегодовал Бардин. — Не понимаешь, о чём? — Честное слово, не понимаю. — Посмотрите, он не понимает. Человек прошёл войну. Человек, надо понимать, был Сергей. Прошёл, как пройти надлежит солдату. Не требуя ни поблажки, ни снисхождения. — Нет, нет, ты помолчи, я доскажу, — обратился он к сыну. — Хватил свою долю лихо, щедро. — Батя, остановись. — Нет, дай сказать. Бардины не нуждаются в подачках, но оцените так, как оценит надлежит. — Ну, хорошо, твой сдобен там или удобен, этого не понимает. Но командарм Бардин, Яков Бардин, должен понять. Сергей поднялся из-за стола. — Командарм Бардин отдал приказ о моём назначении замначштаба полка, — произнёс Сергей и пошёл к окну. Он не хотел, чтобы в эту минуту было видно его лицо. — Ну и что? — спросил Егор Иванович, повременив. Сергей рассмеялся, не оборачиваясь, будто увидел там на опушке нечто очень смешное и не мог удержать смеха. А я сказал ему, чтобы он перевёл меня в другую армию, а там уж я как-нибудь соображу. Так и порешили, так и порешили. Бардин вздохнул, вздох был громоподобным. Не могу я понять твоей натуры, Серёжа. А что? Была бы война ещё пять лет, и все пять ты был бы солдатом, да? Солдатом, батя. Именно поэтому не могу понять. Кстати, не только я. Суворов тоже не понял бы. Помнишь, Суворовская? Плох тот солдат, что не хочет быть, понимаешь? Сергей молчал. Если можно без Суворова, то я скажу, батя. Ну, Серёжа, хочу быть солдатом, батя, понимаешь? Это такая привилегия, какой у меня может и не быть. Пойми, привилегия. Понимаешь? Нет. Вот так и порешим. Ты не понимаешь? Я понимаю. И вот стокгольмский аэродром с островками тёмного мартовского снега. Ветренный рассвет, настолько ветреный рассвет, настолько ветреный, что господину Хагену необходимо проявить немалую расторопность, чтобы удержать на голове башенку меховой шапки, и военный дуглас, медленно отрывающийся от земли, чтобы на какой-то миг возникнуть в небе и размыться. Бардин ехал в стокгольм со шведским другом. Стокгольм без колонтай непостижимо, заметил Хаген, поднимая воротник. Время ко всему приучает. Бардин пытался осмыслить происшедшее. Не часто европейская столица устраивала такие проводы послу, какие Стокгольм устроил колонтай. И дело, разумеется, не в официальных проявлениях радушия, не в банкетах и цветах, было нечто более серьёзное, что отмечало этот факт. Человеку, которому специальным установлением шведского суда был запрещён въезд в Швецию, вдруг едва ли не тем же установлением выражалось сожаление, что он Швецию покидает. Чтобы свершилось это, человек должен, как это бывало в Средневековье при штурме крепостей, протаранить каменный вал толщины завидной. По силам ли это было слабой женщине? Оказывается, по силам. Её ум благородный и интеллигентность совершили чудо. Шесть языков, на которых она говорит, редко когда работали с такой завидной отдачей, как здесь. Заполден Хаген заехал за Бардиным. Хаген жил в двух шагах. Квартира была просторной, тщательно вымытой, полной солнца. Его ощущение чистоты и солнца усиливалось от того, что квартира была снежно-белой. На встречу Егора Ивановича вышла госпожа Хаген, женщина большая и белотелой в пышных сединах. Она сказала, что редактирует женский журнал, в котором сотрудничала и госпожа Калантай. Она была и моей советчицей, сказала хозяйка дома. Редко какой номер журнала планировался без её участия, заметила она. Бардиан слышал, как хозяин уже в другой комнате снял телефонную трубку и возглас изумления раздался за дверью. Хаген точно спрашивал человека, который был на том конце провода. «Что ты сказал? Что сказал? Повтори!» Хаген бросил трубку, не пошёл, а побежал. «Что-нибудь произошло, милая?» Спросила госпожа Хаген. «Умер президент Рузвельт», – произнёс Хаген и не без страха посмотрел на Бардена. Не очень-то хотелось, чтобы русский узнавал эту весть от него. Известие достоверно. Его подтвердили и Рейтер, и Тасс. Последнее уже было прямо адресовано русскому гостю. Первая мысль Бардена – «А это уже беда». Именно беда. Тремя днями позже Егор Иванович вылетел в Штаты. Барден был немало изумлён, когда среди тех, кто его встречал в Вашингтоне, увидел Мирона. На аэродром явился и Бухман. С печальной доверительностью обнял Бардена, безмолвно свидетельствуя, что утрата невосполнима. Бардена значительно вздохнул и сказал, что очень хотел бы увезти Бардена в родительский дом и отвезти душу. Они договорились встретиться завтра. А между тем Мирон подал свой форт Меркурий, усадил брата рядом с собой и направился в город. – Как Америка простилась с президентом? – спросил Барден. – Как это происходило? – Мирон смотрел на брата, испытывая лёгкое смущение. – Как-то это возникло и схлынуло не очень заметно, – вымолвил он с некоторой неловкостью. – Вечером того дня, когда это случилось, я ужинал в пригородном ресторане, и за одним столиком со мной оказался паренёк в форме лётчика. Я сказал, жизнь уравновешивает радость и горе. А он спросил, о каком горе вы говорите? Мне неудобно было ему ответить, это прозвучало бы упрёком. И я смолчал, а он переспросил настойчиво, о каком. Как потом выяснилось, он вёл себя так не по неведению, просто это событие не ворвалось в его сознание с той силой, какая отождествляется с горем. Он помолчал, точно стремясь ещё раз проникнуть в смысл происшедшего. Я не виню его, он не один такой. Это было видно потому, как вела себя в эти дни Америка. У нас бы вели себя по-иному. Так у нас, я уверен, на смерть Рузвельта и отозвались по-иному, был ответ Бардина. Явившись на другой день в родительское гнездо Бухмана, Егор Иванович был немало изумлён, увидев, что хозяин не один. «Держу пари, вы знакомы», — обратил Бухман, смеющийся глаза на Бардина. «Но посмотрите внимательнее, посмотрите». Егор Иванович смотрел на человека, стоящего перед ним, и решительно не мог узнать его. «Установили, у Бухмана было достаточно времени, чтобы развеселиться. Хорошо, так и быть, выручу вас. Это Боб Мун». «Помните?» «Я говорю, Боб Мун, мой товарищ детства и однокашник, конструктор моторов и добрый сосед, окно которого видно с нашей веранды. Помните?» «Теперь помню, господин Бухман. Приятно повидаться с вами», — господин Мун произнёс Бардин, пожимая руку долговязому блондину, который, пытаясь победить неловкость, хмуро улыбнулся. «Пока я сострадал и жалел соседа, он шагнул, бог знает, как далеко», — вдруг возгласил Бухман и с откровенной боязнью взглянул на дверь, за которой скрылся сосед. «Как у нас говорят, получил должность». «Где бы вы думали?» «В военном ведомстве». «Теперь был обращён к двери не столько глаз Бухмана, сколько ухо и немалую должность. Что вы на это скажете?» Но Бардин ничего не успел сказать. Мун вернулся и не без тревоги взглянул на Егора Ивановича. Он точно пытался установить, успел ли Бухман сказать что-то русскому гостю о нём. «В день смерти президента мне позвонил Гарри», — произнёс Бухман и взглянул на Муна. В их беседах Гопкинс звался преимущественно так. «Как будто он нежил», — сказал он, «как будто его не было». «Возможно, Гарри прав, и его действительно не было», — сказал Мун. «Это как же понять, Боб?» — спросил Бухман. «Нет, он был, конечно, но он был иным, чем это нам старались представить», — заметил Мун. «Только сейчас Егор Иванович заметил, что у гостя были синие глаза, твёрдо-синие, похожие на кристаллы купороса». «Так бывает в жизни. В сознании людей вы один человек, а на самом деле другой». «А вот это интересно. Объясни, пожалуйста», — воодушевился Бухман. «Значит, в представлении молвы?» Сосед Бухмана улыбнулся, опустил глаза, задумавшись. «Я убеждён, что Рузвельта сотворили, как бы это сказать поточнее, особые условия нашего времени», — начал он. «Ну, что можно сказать о человеке, который за всю свою жизнь не написал ни единого документа, достойного памяти потомков?» «Но важно иное. За этим фактом скрыт, если хочешь знать, другой факт, значительно более важный». «Какой Боб?» «Ты не обижайся на меня, Эдди», — возразил Мун, возразил мягко, с явным намерением умерить, если не силу, то резкость удара, который за этим должен последовать. «Я знаю твоё чувство к покойному президенту и не намерен его оскорблять, но ты пойми и меня». «Да?» Вокруг широко открытых глаз Бухмана возникла эта туманная синева, которую Бардин давно не видел. Он волновался, слышнее стало его дыхание, неровен час закашляется. «Пойми, Боб, способность к мышлению у покойного президента была завидной. Никто лучше его не мог осмыслить явлений жизни». «Покойный президент, прости меня, не был способен к абстрактному мышлению», — произнёс Мун убеждённо. «А интеллект был ему необходим больше, чем кому бы то ни было. Необходим хотя бы потому, чтобы не дать себя обмануть Сталину». В старый родовой дом Бухмана вторглась тишина. За столом поняли смысл произнесённого. Видно, светлоокий сосед Бухмана стремил свою тираду именно к этой формуле, смысл которой должен быть для американца устрашающий. Он дал себя обмануть Сталину. «Пусть это не прозвучит самонадеяно, но большое дело в крови нашего народа», — произнёс Бухман. Он говорил всё более воодушевляясь, а вместе с тем и обретал уверенность. «Именно большое дело. Мы освоили новые земли, обрели независимость, низвергли рабство, создали техническую цивилизацию. Какой мир не знал. Каждое дело — гора. Но наше возвышение, как его понимаю я, таило в себе опасности смертельные. Первая — кризис. Вторая — внешняя, но ещё более грозная — фашизм. Человек, о котором мы говорим, призван был совладать с этими опасностями, однако при одном условии, чтобы народ в него поверил и пошёл за ним. Ты говоришь, что ты бы за ним не пошёл. У него было недостаточно интеллекта, а я вот за ним пошёл. Кстати, вместе со мной и Америка, подтвердив верность ему четырежды и четырежды сделав его своим президентом. Однако почему это произошло и что было тому причиной, всё тоже дело. Вот ты сказал, дал Сталину обмануть себя, произнёс Бухман, заметно понизив голос. Но прости меня, это не твои слова. Все остальные мои, а это не мои, так? Не твои. Ты ответь по существу, мои или не мои, да важно ли это? Важно. На обратном пути Бухман молчал, молчал упорно, точно таился от Муна, точно тот был рядом. Вы заметили, когда речь зашла о том, чтобы объяснить смысл этой нелепицы, дал себя обмануть, он не смог ничего сказать, ни его слова. Если не его, то чьи? Бухман онемел, судя по всему, и на этот раз надолго. У Егора Ивановича был нелёгкий полёт. Но все невзгоды скрашивали телеграммы с фронта и их записывали, как могли радисты. Как нелаконичны были эти записи, они давали представление о боях за Берлин. Танки вторглись в пределы города, артиллерийская смерч упал на городские улицы, по улицам и площадям пошла пехота. Дома брались приступом, как города, государственное патентное управление, Анхальдский вокзал, полицай-президиум, имперская канцелярия и, наконец, Рейхстаг. Но последним аккордом войны суждено быть даже не Берлину. На Приэльскую равнину были оттянуты внушительные силы врага, способные нанести удар во фланг. И советская танковая группа пошла на Прагу, её вёл Конев. Бардин ещё следил за географией этой последней баталии, когда четырёхмоторный колосс примял своими тяжёлыми скатами молодую зелень подмосковного аэродрома. Егор Иванович позвонил в город и был радостно изумлён, застав дома Ольгу. Она сказала, что вот уже недели как перебрала с Иришкой в Москву, дожидаясь дня победы. Бардин мог только вымолвить, что валится с ног от усталости, промёрзный печёнок, очень хочет чаю. Он не знает, сколько он проспал, и спал ли он, но проснулся от счастливого смеха Ольги. Неизбывно счастливого и её крика, в котором были и страх, и радость, и слёзы. Господи, да неужели это правда? Победа! Егорушка, победа! Победа! Он спустил ноги с постели, сел. Да неужели победа? В самом деле, какой же длинной была эта дорога! И ещё он подумал, Серёжка выжил. Какое счастье, сын мой! Сын! Он подошёл к окну, нащупал шпингалет, не открыл, а разверс окно. Наверное, город был во власти того мига, того первого мига, когда весть уже известна ему, но она не столько понята, сколько ошеломила. Оля! Оленька! Устремился он к ней, ослеплённой счастьем этой минуты. Она вскинула волосы, и он ощутил на лице их вихрь, сухое рассыпчатое, их упругое прикосновение, их дыхание, собирайся мигом, и пошагали, только надень что-нибудь полегче, пошагали, пошагали. Небо было расцвечено фейерверком, город был полон света, всё живое хлынуло на улицы и полонило их. Они отдали себя во власть людского потока, он был силён, этот поток и стремителен, очень хотелось довериться его незлобивой силе. Бардиан пробирался сквозь толпы праздничных людей и твердил, как молитву, «О, Серёжка, жив! Жив, мой Серёга!» Да, Бардиан твердил, тревожа с иликуя, «Жив, жив!» А в это время санитарный самолёт штаба армии, всё ещё ведущий бой в излучине Нейса, ориентируясь на дымное пламя костра, совершил посадку на прибрежный песок. Двадцати минут, что самолёт оставался на берегу, было достаточно, чтобы бойцы десанта, обложившие рощу со всех сторон, вкатили в распахнутые двери машины носилки с ранеными. Их было двое. Минёр в сержантских погонах Пряхин Алексей, которому снаряд смял позвоночник, и рядовой Бардин Сергей, которому противотанковая мина жестоко изуродовала левую ногу. Когда с рассветом самолёт приземлился в верховьях реки, где находился госпиталь, бравый минёр скончался. А носилки с рядовым Бардином санитары едва ли не выхватили из самолёта. Армейский хирург был поставлен перед дилеммой многотрудной, и, оберегая жизнь, решился отсечь ногу. По всему это было решение единственное. Егор Иванович, идущий в это сумеречное предрассветье длинными московскими верстами и односложно твердивший себе «Жив Серёга!» по счастливой случайности оказался недалёк от истины. В то утро Сергею суждено было принять муки адовы, но он и в самом деле остался жив. По дороге на Дальний Восток Яков остановился в Москве, и Бардин решил собрать в Ясенцах друзей. Ясенцы их встретили цветением сирени. Она встала над Бардинским домом серо-голубыми и лилово-красными уступами. Окна были распахнуты, и дыхание сада, казалось, затопило и дом. С хлопотливой деловитостью, чуть нарочитой, Бардин помогал Ольге накрывать стол, в то время как Яков в Иоанновой спаленке единоборствовал с отцом. Бардин и Бикетов переступили порог Иоанновой опочивальни. — Вот вы нам и нужны, Сергей Петрович, — произнес Иоанн, сжимая Бикетовский локоть. — Я говорю, надо выбить немцев изо всех тех мест, которые могут стать для них площадкой для новой атаки. — А разве это не очевидно, отец? — осторожно спросил Яков. Он знал Иоанна достаточно и полагал, что у его формулы есть второй план. — Быть может, это и очевидно, — парировал Иоанн. — Много сложнее иное. — Как поведет себя тут Трумэн? — Если Вильсон не понял, поймет ли Трумэн? — Но у Трумэна есть то преимущество, что однажды ошибка уже была совершена, — отозвался Егор Иванович. — Урок истории. — Но ведь это Трумэн. — Пойми, чадо родное, Трумэн внял? — Нет, не внял, а растолкуй. — То, что для тебя урок истории, для него может быть звук пустой, — пояснила Иоанн с несвойственной ему терпимостью. — Трумэн, к столу, — подала голос Ольга, — поспешите, остывает. Они перешли в соседнюю комнату и заняли места за столом. Разговор не вязался. — Сергей Петрович, — воскликнула Ольга, — скажите тост. Я люблю, когда вы их говорите. Бекетов посмотрел на Ольгу с радостным сочувствием. Она стремилась охранить суверенность своего мира и его привилегию. Она выглядела усталой, но была хороша. — За вас, Ольга, за счастье этого дома, за то, чтобы нам всем, наконец, стало легче, — произнес Сергей Петрович. И, взглянув на друга, осекся слишком угнетенно внимательным был и взгляд Бардена. — Ну, чего ты так смотришь? — — вопросил Бекетов. — За счастье этого дома! За счастье подхватили все, кто был за столом. Иоанн громче всех. Казалось, ради этого тоста он готов был принести в жертву и американского президента. Но оживление точно ветром сдуло. Застучали вилки и стихли. — Даже странно, Рузвельт и вдруг Трумэн, — искренне изумился Яков. Ольга встала. Вот так всегда. Сядут за стол. Казалось, только поговорить о жизни, а они за свою барденскую шарманку. В самом деле, неужели из всех насущных дел самое насущное — Трумэн? Ведь есть же что-то и понасущнее американского президента. И Сережка, которому надо помочь в его жестокобедовом положении, и Иришка, у которой все так сплелось и скрестилось, что не передохнуть, и Мирон, которому пора перестать скитаться по свету и найти свой очаг и свою семью. Да неужели для бардиных в их нынешнем положении нет ничего более важного, чем американский президент? Ольга вышла, но те, кто сидел за столом, были так далеко от горестных дум женщины, что и бровью не повели. Ну, судьба тебе послала, наконец, Трумэна. Что тут поделаешь? Засмеялся Егор Иванович. Трумэн, так Трумэн. Не скажешь же ты им, что он тебе не нравится. Надо думать об ином. Какую тактику принять, если тебе противостоит Трумэн? Мне все-таки кажется, что сию минуту и Трумэн думает об этом же. А мы не очень думаем о том, что он об этом думает. Так о чем же он все-таки думает? В иное время, быть может, и был бы резон пойти с русскими на обострение. В иное время. Но сейчас, когда мы все еще зависим от русских, да есть ли в этом смысл? Я себе элементарно представляю натуру нового президента. Как он не эмоционален, у него есть свой расчет. А расчет велит ему сегодня с русскими так нельзя. К тому же Япония еще не повержена, а это не так мало. Вторглась пауза. В ней была значительность, и все, не сговариваясь, посмотрели на Якова. На дальний восток ехал он. Яков встал. Это его значительная тишина подняла. «Если вы думаете, что я знаю, то могу сказать, я еще ничего не знаю», — отозвался он из сумеречного угла столовой. «Ну, конечно, они сегодня боятся нас больше, чем когда-либо», — пояснил Иоанн. «Но сила сухопутной армады у квантунцев...» Он приковал свой взгляд к Якову, стремясь разглядеть в его неулыбчивой сосредоточенности такое, чего тот еще не сказал. «Все, чему они научились под Халхинголом, здесь не о Халхинголе речь. Но сегодня нет армии на земле, которая могла бы сравниться с нами силой и умением», — заметил Яков. И вот снова Кузнецкой. Едва прикоснувшись к почте, которая за эти дни и по виду достигла размеров внушительных, Бардин был встревожен настойчиво долгим звонком, как все звонки переговорные, с резкими, внезапно затихающими паузами. «Ты, Егор, ты!» — возник и пропал голос Ольги. Он был смятенно прерывающимся, лишенным силы. Ей не хватало дыхания. «Нет, не спрашивай, не спрашивай!» — вдруг запричитала она, и ей явно почудилось, что Бардин ее о чем-то спросил. «Я сказала худо отцу. Приезжай, очень худо!» Когда исхлестанной дождем и пылью наркомандильская эмка ворвала с предела Иоаннова царства, первое, что приметил Егор Иванович, эта темная полоска людей в поле, туманно-темная в дождливой полумгле. Потому с какой готовностью молчаливо скорбный расступила столпа перед идущим от машины Бардином и пропустила его хлебной полосе, Егор Иванович понял, что дело плохо, пожалуй, даже очень плохо. Отец лежал на хлебной полосе, упав ничком, охватив руками голову, точно захотел добрать в пшеничной тиши с недосыпу час-другой, и затих навеки. Бардин только ощутил, как масса земли мягко и невесомо качнулась под ним, и вдруг пошла ходуном. А потом все было, как во сне. Блеск пшеничного поля, полевая дорога в Рытвинах, незнакомые люди, несущие кумачевый гроб, пригорок свежевырытой глины рядом с провалом могилы, зловещий стук этой глины по крышке гроба, стук громоподобный, словно вся земля, что была вокруг, обратилась в камень. И вот эти слова, произнесенные в неразличимых сумерках вечернего поля, у нас будет время понять его. Кто-то прозорливо мудрый, оставаясь незримым, рассчитал, что предрек. К сорока дням после смерти Иоанна явится оказия собрать всех. Явился Яков в саржевой гимнастерке, пропитанной красноватой манчжурской пылью, прибил и шальной океанской волной к русскому берегу Мирона. Вот только Сергей, явившись в Ясенцевское обиталище родителя за неделю до этого, устрашился своего необычного вида и захромал прочь от дома, пообещав вернуться на Новый год. Братья выпили запомин души, вдоволь помолчали. Ум отцу велел остановиться, а Норов гнал вперед, сказал Яков, которому и прежде Норов отца был не по душе. Это ты умел останавливаться сам и останавливать других. Ему это было труднее, ухмыльнулся Мирон. А зачем останавливаться, когда можно и не останавливаться, соответствовал Егор. Останови Его вовремя, пожалуй, бы Иоанна не было. Да и что Иоанна, возразил серьезно Мирон, нас с вами не было бы. Память, молвил Яков, практически вечный камень, все врубцевать в этот камень. Память и еще раз память. Явился Бекетов, не так уж далек путь от электрички, а глаза стали красными, ветер развоевался не на шутку. Он задержался у двери, обратив взгляд на Якова. Тот продолжал говорить. Но здесь одной памяти не совладать. Надо, чтобы властвовало сознание, произнес Сергей Петрович, и оглядел всех, кто был в комнате красными глазами. Прости, Яков, если я явлю Крамолу. Память имеет способность умирать. Сознание никогда. Память жива сознанием, спросил Бардин Хмора. Да, именно так. Память жива сознанием, подтвердил Бекетов. А как это выглядит в жизни, спросил Яков заинтересованно. Какое у нее лицо, у этой формулы, память жива сознанием? У нее лицо святого, засмеялся Бекетов. Да, святого, не безгрешного, а совестливого. Погодите, Сергей Петрович, но есть имя у этого святого, спросил Мирон ненароком. И я так думаю. Правда истории. Вот его имя, сказал Бекетов, не раздумывая. Разумелся любой ответ, но только не этот. Правда истории. Да и не намудрил Бекетов не означать. И чего ради он привел разговор к этой формуле? Можно допустить, что вожделенная эта правда важна для Бекетова, но так ли она важна для всех остальных? Я понимать хочу, произнес тихо Мирон, но ответом ему было молчание. И остальные хотели понимать, но не спешили с этим. Бекетов точно ждал этого вопроса. Вот и настало время сказать то, что он хотел сказать. Правда истории должна охраняться, как нечто заповедное, произнес Бекетов. Нет и не может быть человека, который мог бы ее нарушить, как нет и не может быть причины, которое бы давало повод поднять руку на эту правду истории. Бардин с хмурым вниманием, слушавший Бекетова, поднял глаза. Погоди, да не хочешь ли ты сказать только та правда, что устоит перед прошлым? Даже больше. Перед будущим. Не только перед Иоанном? Перед Иоанновым правнуком. Это и есть смысл твоей формулы. Память жива сознанием. Да, я это хотел сказать, Егор. За окном сломалась сухая ветка. Сережа, Сереженька, это ведь ты не закричала, а запричитала Ирина. Вошел Сергей, не вошел, а втолкнул себя в дом и, удерживая равновесие, оперся о косяк двери, ухватив одной рукой костыли. Точно ветром взмыло Бардина. Он рванулся к сыну и не сгреб, а повалился на него всей своей огромностью. Сергей, Сережа. А Сергей добрался до стула, который пододвинул ему отец, опустился, выронив костыли. В тишине сухое дерево отозвалось громко. Звук был пустым. Отвечать детям будем мы и объяснять детям тоже мы. Бикетов безбоязненно вернула разговор к существу. Легко сказать, муки войны, понять это, и то нужен труд. Муки войны это все, что не исцеляется, сказал Мирон и точно осекся. Да есть ли такое в жизни, что не исцеляется, дядя, отозвался Сергей. Сергей вышел искурить цигарку. Бардин пошел вслед, однако на крыльце остановился. Сергей сидел под старой яблоней, где сиживал, как помнят Бардин, со своими тетрадками в далеком детстве. Он сидел, опершись правой рукой о скамью, положив костыли на сиденье. Видно, он долго не курил, затяжки были крепкими. Каждый раз, когда он подносил цигарку к рту, уголек пламени, разгораясь, освещал лицо, и от этого глазницы и впалость щек казались заметнее. И Егор Иванович вдруг поймал себя на мысли, что ему трудно подойти к сыну и уйти отсюда, тоже у него не было сил. Было такое чувство, что вон там сидит человек, трижды родной человек, само существование которого способно было объяснить все, что пережил Бардин в эти годы, пережил и еще переживет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...